лед напоминает илум через многое прошли да господи я так волновался подожди только не говорите он со всей базы дрался да ты прав 1 кал у нас нет болт у нас нет компаса теперь скажи мне правду я ее приму мы потеряли бы вы проиграли да один компас оставился если вы это слышите вы знаете где его оставила но если компаса нет не отчаиваетесь что это не просто прощание есть другой способ попасть на тоналор активируйте узлы совместить их с координатами которые прикреплены к этому сообщению здесь есть центр управления если мы соединим узлы мы создадим пролет через бездну подождите дайте ко мне вы хотите чтобы я пролетел на мантисе на через не было которая жрет корабли дам ладно я в деле не будет созвездия до созвездия которая живет корабли с помощью максимально древней технологии мы на накоба получается дам как мы можем быть уверены что это сработает мы не можем то есть мы запустим узлы а пробьем дыру в бездне прилетим ну типа того он недоволен дайте переоденусь я а я не могу переодеться возможно из-за загрузки нем все еще не могу точно могу а спасибо что просто вернули так но к узлу у которого мы были нет куда-то куда я вообще не понимаю куда окей хоть здесь все нормально никого не убивают носительное спокойствие ну где ты сюда он не доберется а что я должен тогда сделать добро пожаловать я сантарик ри глава экспериментального отдела система безопасности требует чтобы один человек оставался внутри пока узлы активные гриц если кто-то не останется то нам нужен кто-то кто будет активировать узлы а да конечно я поспрашиваю может быть кто-то хочет умереть может торгал лучше давай не торгал все-таки я лягушку не надо лягушку я не позволю опасности подвергать смотри у него теряк но прокачки вообще красная а что мне сейчас ультой ну что он сейчас как как что происходит то же самое или как так я силу возьму дюрэйшн слова эффекты коллеген сморфорс ну кстати вот это я бы взял success full precision и вейт я этим особо не пользуюсь так ok что вы тут делаете ну судя по иконке у меня замедление времени сейчас как бы успокоился больше больше входить в рейдж он не будет я знаю что ты где где-то здесь остановить его а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 У них есть вот этот уворот, да, то есть они делают как бы такой микроэвейт в сторону, вот, и после этого меня контратакуют. И они его делают, типа, вне зависимости от того, попадаю я визуально или нет. А я не могу так выращиваться, прикинь. Типа, если по мне попадает атака, она по мне попадает, понимаешь. Вот, 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 вот какая стабильность в этой игре. Ааа, да. Подожди, тогда получается, что все замедляется, просто еще я и в рейдж вхожу. Просто не восстанавливается моментально. Субтитры сделал DimaTorzok Очень интересные мои противники, просто. Да может хватит, да, тут откуда они появляются? Субтитры сделал DimaTorzok как с этим драться просто нам хочет игнорирует мою атаку не ждали нас возможно будут сказал им что мы придем выглядит многообещающе неплохо для заброшенного заброшенной фабрики надеюсь что они работают и мне не придется их активировать и должно быть заблокировала когда эвакуировалась на нас это не остановит она обо всем подумала надо дать ей должное нужно отправиться на обзорную точку чтобы свести узлы как раз у какой видом так лифт отсюда использовать нельзя зита добралась грис сказал что тебе нужна помощь и вот я здесь наверно было нелегко да мне две две сотни лет но я вообще новая как падаван невероятно клэл это просто невероятно ты можешь запустить узлы когда мы будем на позиции но я буду ждать вашего приказа это будет моя честь увидеть как воплощается в жизни мечта мастера кри для твоего мастера инциды адрес канавор они вот нужно вернуться на мантис потом идем в бездну ты смотри да я тоже этому не особо не рад но это единственный способ попасть на танавор смотри 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 сейчас если я правильно понимаю что происходит они посрались из-за танавора до которым сейчас реально еще окажется что на самом деле не то о чем они думают они оба там уже будут они будут знать как туда попасть вместо того чтобы начать людей которых надо спасать перевозить туда они будут друг другом воевать правильно понимаю мне просто интересно чем это все закончится мне про меня интересно сможет ли кэл перебороть dark side потому что если нет то будет конечно весело а куда мне а как меня тут нет круга медитации чтобы по сути то в том что да ну то есть он очень скажем так маленькими шажочками к ней приближается на у меня ульта поменялась он теперь прям ярость включает полноценную но он каждый раз быстро остывает если по факту ничего серьезного для него не произойдет если там мэрин будет порядке если никто больше не умрет то они возможно договорятся если нет то будет жопа крис уже даже ничего комментировать не хочет когда летим на какую-то неизвестную планету через огромную дыру в пространстве без проблем все нормально все хорошо надеюсь гриз готов к непростой дороге кэл пора направляемся в бездну запускаю узлы я отслеживаю вас прогресс ваш ваш прогресс да прибудет с вами сила тебе тоже за с тобой тоже почему ты думаешь ты что почему ты так долго да гангер единственный делал то что делаем сейчас мы по крайней мере мы умрем вместе отлично подбодрили ребята надеюсь это влезет на мою могилу ну давайте да знаю я знаю хочешь сам управлять а а красиво да готов поставить что все тут так говорили перед тем как их просто перемолола отлично теперь и препятствия они слишком быстро летят но ты быстрее хватит пилотировать иначе и начни летать я перенаправляю передание со счетов на движки ты больной ты убьешь нас всех ты справишься да я я прав это не ты прав это мой корабль давай гриз подождите минутку это мне кажется или туннель как-то сужается это не тебе кажется здесь что происходит а узлы перегружаются я ничего не могу сделать нам нужно быть быстрее я лечу как могу подожди подожди ты с ума сошел если ты прыгнешь в гипер пространство то ты мой мантис будем собирать по по частям по всему внешнему кольцу ты мне доверяешь ты знаешь что доверяю кау давай сейчас ты сделал это трехрукий сын ты ну по крайней мере хоть кто-то сохранял уверенность вау надеюсь от этого стоит ну выглядит нормально пока так же как введение было райский край пошлите ну да тут и вода смотри вообще чистейшая просто и этот аналор не то что ты ожидала не знаю чего я ожидала столько изменилось с тех пор как я услышал во первый раз это название храм в эту сторону ноги на санта рекре планировали здесь свое будущее и смотри где они оказались теперь они не смогли договориться нормально там шиза в голове у людей у них в принципе все было нормально просто на них напали да и они не смогли бы атаку эту отбить сады болт не позволит чтобы это закончилось мирно он уже свое отсутствие использовал чтобы оправдать убийство предательство теперь мы его зажали ему некуда идти либо он убьет либо его ну скажи что-нибудь ты права на что насчет кота она не старше нас чем мы были когда у нас семьи забрали я знаю и мы несем эту потерю на протяжении всей жизни наука ты все еще есть шанс да это так ладно мы дадим болт выбор сдаться ради кота и ради нас думаю кое о чем что сказала цера предупреждения каждый джедай сталкивается с темной стороной я так сильно ненавижу сейчас его цели смогла справиться и ты справишься а ну поэтому смотри она как раз ему сказала типа три ла три лыжи вообще стал инквизитором на аренда инвелопин оппозиция мастер герр это приказ отступаете эти не вы нападают потому что ну помни что было стрелы и ты не должен позволить этому произойти с тобой 3 у правда обрабатывали к тому же слышишь это кому-то а а а а а а бедиван привет ката это мэрин она друг мне жаль что папа навредил тебя он сказал что я больше тебя не увижу что ты здесь делаешь как отец кое-что важное украл у меня мы хотим попросить его вернуть это ты покажешь нам куда идти ладно следуйте за мной мне здесь не нравится тут темно и одиноко тебе не стоит бояться лучше ты очень красивая и 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 как ты попал сюда это было нелегко ты не должен был следовать за нами папа не надо стой нас сзади кота только так можно тебя спасти она в безопасности будет я обещаю болт но послушай меня все кончено сложи оружие это планета будет раем для тех как за кем охотится империя включая кату и тебя но ты должен сдаться сейчас выйди кота послушай пожалуйста хватит я решу что лучше будет для моей семьи чел я тебя прирежу поймать ты такой тупой это просто невозможно что и что и 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 Продолжение следует... Все кончено, Кастинс. Почему ты просто не умрешь, да твою мать? Да когда ты будешь просто стоять и ждать, пока я круг не нажму? Что это за херня? Четыре секунды еще постой. Так, конечно, мало что, да, здесь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примите ему... Продолжение следует... 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 Конечно, не знаю его мувсет, как его победить с первого раза. А откуда? Если будет с первой фазы, я клянусь, я... Боже ты мой. Серьезно? Ну, типа, вот они вот так игру делали, да? Они не понимают, что здесь это не работает. Прям совсем. Ну, типа, это первая его фаза, да? Твою мать, идиоты просто. Давай попытку номер два. Хилки есть. Да ты... Прыгать нам сразу. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Один раз бить стаггер. Не делай так со своей дочерью. Боуд, мы знаем, что такое расти в одиночку. Пожалуйста, послушай их, папа. Ладно. А когда придет империя, ты сможешь защитить мою маленькую девочку? Прости, Ката. Я пытался. Нет, папа! Отойди! Ах! 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 Как себя чувствуешь? Лучше, спасибо, хорошо, нам нужно поговорить, мне было не сильно много тебя, чем тебя, когда я потерял свою семью, многие годы я несу эту боль, я не хотела чувствовать себя лучше, почему, я думал, что если я отпущу боль, то я отпущу людей, которых я любила, но я была неправа, и однажды я встретила кое-кого, кто тоже потерял семью, вместе мы нашли новый способ выжить, Это боль твоя, это часть тебя Когда моя мама умерла, это изменило папу И меня тоже, наверное Да, но это не определяет тебя И ты не должна позволить этому поглотить себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Да, вообще идеальный пример! Он приходит, ты начинаешь с ним драться, ты там побеждаешь его какую-то фазу, и потом вместо того, чтобы вроде, ну, просто не терять пейсинг и загрузить тебя туда же на ту же фазу, тебя просто кидают как бы куда-то назад, Дарт Вейдер просто стоит, ждет тебя как босс из Блиналден Ринга, чтобы ты к нему просто пришел, что как бы, ну, в сюжетной игре просто именно нарративно не работает никак, абсолютно, тут даже нет никакого адекватного объяснения, почему персонажи возрождаются, понимаешь? Вот, поэтому, ну, типа, делать здесь такое, да какой смысл? Нужно каким-то образом противников в открытой карте во время исследования возрождать? Пожалуйста, просто делайте это так во время именно возрождения, не надо это в сюжет пихать, потому что это форсирует реиграбельность, которая абсолютно не нужна, то есть если ты ошибся где-то, да, или тебя затолкали просто в углу, у тебя точка чекпоинта была, там, я не знаю, 10 минут назад, пожалуйста, перепройдите вот всех противников, которых вы убили за последние 10 минут, да идите вы в задницу, зачем это нужно, какой это новый опыт дает? Здесь есть много побочного контента, единственное, мотивирует ли награда этим заниматься, наверное, нет, потому что это, опять же, кастомизация, причем кастомизация, да, ее стало больше, но она не то, чтобы прям стала лучше, я думаю, тут будет больше клевых костюмов, потому что, как минимум, его можно одеть в разные вещи, да, там и BD1 тоже можно как-то перекрасить более разнообразно, нежели чем в Fallen Order, но, как бы, кто хочет этим заниматься, будет этим заниматься, кто нет, тот нет, это вообще максимально опциональная история и немножко, наверное, не тот способ заставить игрока исследовать карту и, в принципе, мотивировать такой ее объем, вот, какая она, я еще, конечно, посмотрю, потому что я думаю, что платину-то я здесь сделаю, чуть позже, вот, будут это стримы или нет, посмотрим пока, не могу сказать. Смотря, будет ли время, скажем так. Вот, мне понравилась, опять же, воверол игра, сюжет стал лучше в ту секунду, когда Дагган был побежден, да, и как-то вот на пост главного злодея попал наш старый товарищ с начала игры, но он тупой, вот, то есть, вот я, он интереснее, но он максимально тупое создание, которое, ну, я не знаю, просто, видимо, тут же леет мотив какой, темная сторона, ярость, нельзя этому поддаваться и все такое, и по факту все, что произошло, это вот, как бы, он, он просто хотел спасти дочь и вместо того, чтобы ее спасти, он чуть ее не грохнул, а потом ему говорят, типа, да все будет нормально, она будет в безопасности, он говорит нет, чем он планировал заниматься, правда, на этой планете с ней в одиночку, я не очень понимаю, вот, но окей, в остальном просто сюжет, местами круто, местами мрачно, местами интересно, вот, тему с тем, что Кэл как-то на темную сторону подпал, ну, да, была такая, вот, были такие моменты, но я бы не сказал, что они были красочными, то есть, хотелось бы, наверное, чтобы он все-таки что-то успел устроить, сделать, а в итоге получается так, что он на грани того, чтобы что-то сделать стремное, да, кого-то убить очень по-жестному, например, даже незначительного персонажа, он останавливается, и так все разы, когда это происходило, ничего в итоге критического не произошло, я не говорю, что он должен был там уйти на темную сторону, но просто как минимум это можно было ярче подать, вот, не то, чтобы это было плохо сделано прямо здесь, просто можно было чуть лучше, вот, о чем еще хотел сказать, ну, техническое состояние игры, да, безусловно, здесь, конечно, интересный моментик, я говорю, я вещи, которые фиксятся патчами там в течение пару недель особо не учитываю, но здесь реально состояние практически на уровне количества протокола на релизе на ПК, вот, он был абсолютно неиграбельный там, на ПК, насколько я знаю, у Survivor тоже проблем достаточно много, рейтрейсинг включать даже 40-90 можешь не пытаться, лагать оно будет везде, я не понимаю, что происходит с этой игрой, то есть на консоли тоже мы играем, она показывает тебе 40 фпс, зачастую просто во время геймплея, это был режим производительности, если что, вот, и в итоге ты такой бегаешь, круто тебе показывают кат-сцену, где происходит какой-то эпик, а она лагает, вот почему кат-сцены лагают, я не имею ни малейшего представления, мое предположение, я, по-моему, его уже говорил, что в тот момент, когда игра переключается на кат-сцену, да, когда полосы появляются по краям экрана, мне кажется, тогда игра просто насильно переключает режим качества, и там она уже просто не вывозит эффекты, потому что они ее нихрена не оптимизировали нормально, сделают они это скоро или нет, сделают ли они это нормально или нет, я не знаю, но, типа, да, оно на грани того, чтобы быть прям вот вообще очень противно и не играем, игра при этом суперкрасивая, я не знаю, почему они сделали так. Есть еще один такой скидочный момент, это, по сути, вторая игра у Respawn, которую они делают от третьего лица, и это просто модернизированная версия Fallen Order, который был, в принципе, пробой пера максимальный. Лучше игры с механиками светового меча у нас, наверное, и нет, не то, чтобы то, что это световая дубинка делает это крутой механикой, но в это приятно играть, действительно, боевка, она, за исключением вот моментов там с парированиями, у воротами, таймингами и противниками, и тому, как это, в принципе, все работает, оно, скажем так, ну, приятно играется, и можно какие-то крутые моменты подловить. Но я абсолютно не имею ни малейшего представления, зачем они сделали систему со стойками и дали выбрать только две. Это просто такая бредятина, это просто, это ограничение ради ограничения, которое ничего не делает, только забирает у игрока возможность экспериментировать в пространстве, потому что, ну, как бы, я-то сижу такой думаю, ну, окей, да, я могу пойти, поменять меч по приколу. А если мне вот, ну, не будет комфортно с ним, да, и я захочу вернуть, там, не знаю, свои парные, допустим. Я так-то, по сути, всю игру, ну, большую часть парными мечами прошел, потому что мне просто стиль нравится, он быстрый, можно парировать, быстро переходит на занимацию в анимацию, ну, то есть быстрее, чем у всех остальных видов, просто потому что здесь это критично. Вот. Очень дурацкое ограничение, надо было просто сделать, я не знаю, либо колесо, либо, ну, просто, типа, ты нажимаешь, не влево-вправо нажимаешь, да, переключаешься между ними, там, два раза нажал и выбрал какой-то конкретный, какой тебе нужно. Да, это занимало бы больше времени, но я вам так скажу, во время боя нажимал я лево-право, чтобы он менял стиль, и нихрена быстро он даже так это не делает, поэтому тут, ну, как-то, я не знаю, причин делать именно так никаких нет совершенно. Я как бы все стили показал, но в итоге играл с тем, что мне показалось просто наиболее эффективным и комфортным лично для моего стиля, то есть тут каждый тоже для себя что-то найдет, скорее всего, будет играть с одними, двумя вот этими стилями, просто потому, что, ну, все остальные у тебя под замочком во время боя, менять ты их не можешь. Есть ли логическое объяснение этому в... Ну, типа, я не знаю, может быть... Да не, не может быть никакого объяснения. Смотри, у него меч, который собран изначально, он одноручный по умолчанию. Чтобы открыть вторую сторону, ему надо просто нажать еще одну кнопку. Для того, чтобы сделать его двойным, ему надо просто его разделить. Чтобы пользоваться им и бластером, ему ничего, в принципе, с ним делать не надо, просто достань бластер. То есть, ну, никакого вообще описания нет, никакой логики, и поэтому, хоза, очень-очень-очень-очень странно. Как-то так. Но, как бы, не шедевр, да, не 10 из 10, но мне понравилось. Действительно. Хороших моментов было больше. Ну, не совсем этого мы ожидали, но теперь это место наш дом. Да, Грис. Да, я думаю, это так. Все еще много нужно сделать. Чтобы связаться со скрытым путем, это займет время. Построить салон, связаться на корот. Это, ну, типа, у него есть потенциал стать франшизой, и это принадлежит тебе. Это принадлежит всем нам. Что думаешь? Попробуем. Да, давай. Вот это, я понимаю. Да, да круто, так, пойдем. Я уверен, ты голодная, я тебе кое-что приготовлю. Стеик саза когда-нибудь ела? Путешествие закончено, вы можете исследовать. Новая игра плюс, новые перки. Бесплатные перки. Окей. Я, кстати, не знаю, как они вернутся вообще отсюда. Потому что, ну, здесь же... Они же прилетели сюда через... А, ну, хотя, да, тут есть компас. С компасом проблем не будет никаких. Вот, в принципе, все свои какие-то претензии, которые у меня были, я, наверное, высказал. То есть, вот, за исключением этих моментов, они могут, ну, оказаться для кого-то критичными, безусловно. У меня проблем с этой игрой нет, и она мне, ну, доставила достаточно удовольствия, чтобы я сказал, что это, ну, типа, хорошая игра. У нее есть потенциал стать еще круче. Но, очевидно, они, я не знаю, будут делать следующую часть. Когда она выйдет. Неизвестно первая. Когда у нас была? В шестнадцатом году? В семнадцатом. А сейчас двадцать третий. Ну, вы понимаете. Это займет время. Надеюсь, они за это время научатся делать оптимизацию. Причем здесь вот, да, типа, тут кадры нормально работают. ХЗ, короче. Прошли мы с вами игру. Я ее перевел. Я ненавижу сидеть и синхронно переводить все. Потому что, да, пропадает атмосфера. Да, пропадает, там... Голос персонажей. Но, что я сделаю? Субтитров нет. На ПК был бы машиной кривой и через жопу сделанный перевод. На данный момент. Там тоже играть не варик. Вот. Но я думаю, что когда-нибудь потом они ее оптимизируют. Я возьму ее на ПК. И там реально перепройду. Запишу нормальный игрофильм с адекватными субтитрами. Которые, я думаю, сделаю тоже в ближайшее время. Вот. И тогда можно будет уже с этой игрой расквитаться, скажем так. Как раз и навсегда. Это было прохождение Star Wars Jedi Survivor. Надеюсь, вам понравилось. Мы с вами увидимся в следующих. Вы были на канале FastGuardTV. Всем пока.